Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся интересного вопроса привилегий и ответственности, которая была возложена на ангелов. Прочитаем текст из послания Иуды. «Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд Великого дня». Первая глава Иуды. Как я уже упоминал ранее, все послание апостола Иуды сосредоточено на единственной мысли – призыве подвизаться за веру. Ангелы, как небесные духи, были сотворены и помещены обитать в жилище Бога. Мир духа отличается от мира материи тем, что измеряется не территорией, а состоянием. В случае с ангелами оставить жилище не подразумевает передислокацию, перемещение, а скорее означает потерю своего достоинства. Здесь и кроется объяснение номинального христианства. Разумно ли при утраченном достоинстве, при порочной совести уверять себя в принадлежности к церкви? Не более ли оправдано поклонение Богу в духе и истине, нежели поклонение на горе или в Иерусалиме? За что же ангелы содержатся для суда? Право быть достойными Бога и обитать в месте Божьего присутствия не могло быть результатом их выбора или их усилий, или их достижений, но являлось абсолютной прерогативой их Творца. Бог создал их, и этим все сказано. Разумная и свободная воля этих небесных существ могла быть используема только для сбережения своего высочайшего ранга, поскольку, как было сказано выше, для обретения их этого ангельского статуса от них не требовалось никаких стараний, от них это не зависело. На примере их неверности апостол Иуда предостерегает нас, верующих людей, об опасности от падения от веры. Внимательно! Каждый человек, родившийся в христианском доме, несомненно, имеет преимущество перед теми людьми, кто родился в семье буддистов, мусульман, или там приверженцев каких-то прочих мировых религий, или в семье атеистов, по причине того, что их дорога к спасению значительно сложнее и дольше, в то время как ребенку из христианской семьи достаточно быть послушным и сохранить наставление отца и матери, доколе он лично не познает Христа. Размышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго! До следующей встречи в эфире!